Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, портал OneTile.ru Меня зовут Артур Бакиров Сегодня мы втроем как обычно, как и на прошлой неделе встречаемся говорим о текущих актуальных вещах которые произошли в сфере IT интересных нами компаний, возможно, технологий В прошлый раз мы немножко поговорили о такой вещи, как Nintendo Switch немного обсудили о Microsoft, как обычно то сегодня есть две большие темы, которые опять же преподнес нам Microsoft и компания альтернативная, скажем так и это компания Apple Все произошло потому, что было проведено две практически в упор к друг другу конференции этих компаний Первая это Microsoft Event и через два дня буквально, соответственно не знаю, подскажите мне, друзья как называется мероприятие у Apple Оно как-то поособенному называется По-моему, это просто Apple конференция какая-то была сейчас надо посмотреть Ну, собственно, видимо, не важно это получается но, собственно, Apple в артиле тоже новинки и мы сегодня будем обсуждать все эти вещи Ну, собственно, я уже представился Артур Бахиров представьтесь, друзья, вы тоже Александр Владимир Ну, вот, наверное, как-то так Веселый в кавычках Натя Мы начинаем действительно Открывает у нас все это дело выступление Microsoft и по большей части я, видимо, не буду много арспинаться по нему потому что выступление смотрел постфактум скорее посмотрел три ролика почитал новости так что буду говорить не я но в целом скажу, что то, что ожидал я увидел ничего такого особенного как обычно ничего про мобильные телефоны на Windows стабильность в кавычках да? Расскажите, друзья Нет, я не соглашусь на самом деле уже то, что появился на сцене HP Light X3 это уже было приятно потому что на прошлом мероприятии по-моему мы вообще не видели Windows Mobile фонов на сцене здесь по крайней мере нам продемонстрировали хотя бы один телефон что он существует и по крайней мере ну хоть какая-то технология вот это 3D сканирование каким-то боком оказалось связано с новым флагманским смартфоном HP на Windows это был это был приятный момент в остальном конечно в остальном конечно все мероприятие было посвящено совершенно другому как и ожидалось и здесь не было никакого вау-эффекта потому что практически все вот эти продукты анонсированные на мероприятии они были озвучены заранее что-то утекало что-то сообщалось официально но по-моему не было ни одного какого-то продукта который бы ну я имею ввиду сейчас аппарат по софту там были какие-то интересные анонсы а вот именно аппаратного продукта все серфейсы начиная с студии заканчивая клавиатурами и мышками все это было в сети ну не задолго но скажем за несколько недель до этого мероприятия и точно так же вплоть до дизайна вплоть до концептов когда примерно мы даже понимали как этот ассерфейс студия будет выглядеть на базе на базе патентов Microsoft которые были обнаружены еще полгода назад и включая мышки клавиатуру которая также утекла в сеть патентных бюро тоже на протяжении последних месяцев и даже название всех этих продуктов серфейс студии и пульта серфейс дайл которые также были выложены за сутки одним человеком который провел довольно интересное расследование сравнив кто где патентовал название связанное с серфейсом и провел анализ и опубликовал это за сутки до мероприятия так что в принципе мероприятие оказалось очень качественно сделанным они молодцы они научились делаться такого рода мероприятия эффектными красивыми не скучными оно не было затянуто но не было не было таким формальным это было сделано с энтузиазмом с огоньком но именно в плане продуктов все было достаточно предсказуемо и не было какого-то вау-эффекта как когда Microsoft анонсировала HoloLens когда никто не ожидал и тут вдруг такое показывают вау как когда в прошлом году анонсировали серфейсбук который тоже не ожидал видеть и тут просто как такой козырь из рукава компания вытаскивает вот этого ничего не было и этого на самом деле очень не хватило потому что впечатления от мероприятия остались положительные но не осталось какого-то восторга относительно всего увиденного коллеги я честно я честно хотел сказать наверное про тот самый вау-эффект я помню когда презентовали Xbox One S я знал что он как бы будет в теории все понималось но почему-то когда я увидел ролики первые я все равно вау-эффект хотя слив тоже был за день ты не знаю наверное дело все-таки в роликах наверное они не продают ну и к тому же тот самый эффект когда так уменьшалась с коробочкой на 40% на все 80% это было конечно круто но я конечно отошел от темы по поводу скажем честно был один момент который я действительно на самом деле не до конца понял исходя из сливов это тот самый Surface Dial потому что ну я честно скажу думал какой-то пультик сбоку лежит там как-то ты кручишь левой рукой его там не знаю там нажимаешь какие-то кнопки а-ля Apple Remote пульт для телека думал какая-то ересь я не понял зачем это нужно а потом увидел что его кладут прямо на экран и это прям то самое что вот было на Pixel Sense еще до Surface получается то что было на Surface до того как Surface стал Surface а собственно Surface Dial мне показалось просто идеальной классной штукой поскольку даже гениальной я не знал о том что такая вещь существует у вакуума пока вот не прочел у нас на сайте об этом статью поскольку ну я работаю с фотошопом и вот эта проблема выбора цвета на самом деле она просто бесит иногда потому что ты такой ой блин опять цвет другой надо менять а у меня их всего два в палитре на быстром как бы вызовет типа и короче так вот не знаю ну да можно дотянуться правого верхнего угла там по быстрому цвет ну не знаю это все не настолько быстро вроде как и это классно искренне кратко на самом деле опишу для тех кто в танке презентация была на них презентовывали обновленные модели Surface Pro 4 и Surface Book поставили больше батарейку улучшили в принципе какие-то детали как ни странно я ждал Kaby Lake оставили Skylake процессоры не очень понял почему кстати где-то я читал что типа дело в том что по теплопакету Kaby Lake он сильно ниже чем Skylake а вот прям таких вот как нужно 35 ваттных чтобы по мощности были соответственно еще и лучше нету только в 15 ваттном и то причем со Skylake разница буквально в 5% большинство производителей поэтому забило на это поколение процессоров Intel ну не суть наверное ну в общем презентовывали вот эти вещи презентовывали новый Paint который можно рисовать в 3D показали сканирование со смартфонов 3D объектов вживую показали новая презентация была возможностей для людей с краничными возможностями я причем могу сделать вывод что видимо Microsoft заранее знала презентацию Apple это немножко вперед забегая поскольку она рассказала про эти специальные возможности как Microsoft так и Apple конечно знала ведь они представили ведь Apple представили офис ну как всегда они говорят об офисе на своих презентациях с поддержкой вот этой вот их новой функции новой функции MacBook ну я даже не знал что настолько можно сильно воровать и настолько сильно рано узнавать от своих партнеров вещи что ну блин я не знаю как это оценивать ну прикольно вроде как что наверное заботится да но не прикольно что воруют я так скажу ну в общем естественно конечно вот этот Surface Studio не знаю как у меня у коллег есть какой-то мнение по Surface Studio в смысле раньше ну вот у меня как человек который работает немножко в Photoshop и все-таки оно сложилось но даже для меня это не мой продукт скажем ну как заявили на презентации Microsoft это продукт для дизайнеров инженеров Влад смотри я бы сказал так они играют на поле на котором играет Apple ну Моделов такую политику озвучил что они делают Surface для это даже не Middle End это вот то что они хотят позиционировать как High End продукцию которая интересна да небольшому кругу людей немногие наверное купят Surface Studio это не будет массовый продукт но это будет продукт эталонный продукт на который можно ориентироваться при производстве собственных товаров они они отказались даже как мы видим от производства Surface планшетов не Pro версий сейчас мы не слышим ничего о новых моделях мы не слышим ничего об обновлении предыдущей линейки мы вот видим только наиболее крутые устройства Surface Pro и сейчас мы видим наиболее крутой моноблок которые они позиционируют как бескомпромиссное решение решение которое ты не должен сомневаться что взять лучше чуть-чуть сэкономить на этом или чуть-чуть сэкономить на том ты покупаешь классное устройство эта политика как мне кажется она совпадает с позицией Apple о том что надо продать вот такой продукт который символизирует определенный образ жизни если у тебя есть на этот образ жизни средства все это выглядело очень классно мне кажется что это выглядело убедительно Surface Studio выглядит как классный продукт и ролики и видео и презентация были на мой взгляд они были на высоте другой вопрос что вот кто те конкретные люди которые отдадут там эти от 3 до 5 тысяч больше по-моему даже верхние цены за Surface Studio вот для нас какие-то астрономические деньги и понятно что мы ну я когда представляю себе что можно собрать какой системник можно собрать за эти деньги мне как-то Surface Studio уже не так нравится с другой стороны я думаю что те люди которые будут это покупать это люди которые думают другими категориями чем какой системник можно собрать или какой монитор в отдельности можно купить они думают они покупают продукт который завязан на вот этот лайфстайл и для них это вполне уместная продукция ну подожди Саш ты говоришь о системнике самосборе но Surface Studio это все же моноблок очень тонкий моноблок заметим 12,5 мм у него отличный экран true color там 13,5 млн пикселей да 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 отличное разрешение Surface Dial опять же и все это вот вот таком вот компактном корпусе очень мощное и очень крутое ну как-то самосбор здесь ну не совсем подходит к сравнению ну я говорю я говорю о том что смотря какими-то категориями мыслишь если ты мыслишь категориями что у тебя на столе там в офисе или на твоем рабочем месте дома стояло изящное устройство символизирующее красоту дизайна компактность эргономичность и как бы это сказать успех и богатство это одно если ты мыслишь категориями оптимизации своих расходов желанием получить устройство которое делает больше всего за определенную сумму то тебе будет действительно выгоднее сделать самосбор потому что ты получишь гораздо больше вычислительной мощности за эти же деньги даже если ты дизайнер за 5000 долларов соберешь хороший гораздо более качественный системник и купишь очень классный монитор или ты не согласен или ты считаешь что здесь есть какие-то функции ну окей помимо вот может быть помимо того что монитор сенсорный и того что к нему прилагается пульт который действительно интересное решение который действительно будет удобен определенному определенной категории релиз хотя я где-то видел пресс-релиз о том что эти пульты скорее всего получат более широкое распространение в будущем и вряд ли они останутся исключительно прерогативой Surface и Microsoft ватт ну даже не знаю что тебе сказать на это ну во первых не 5000 а 4199 максимальная версия стоит значит я ошибся у меня просто статья открыта хорошо хорошо ну это не меняет в сути 4-5 это уж ну не Surface Studio это нишевый продукт который купит себе если купит ограниченное число людей понятное дело как зачем почему это уже их выбор то есть нет это вопрос мы обсуждаем что вот Microsoft представил какой-то продукт он рассчитывает на такую-то аудиторию на кого они ориентируются они ориентируются на людей которые важны важно подчеркнуть этим продуктам свой образ жизни свой лайфстайд не то что у них под стоит огромный системник под столом за 4000 долларов а то что у них на столе стоит моноблок за 4000 долларов который сделан таким-то дизайнером который выглядит вот так-то классно и это и это роднит продукцию продукцию Microsoft сейчас вот Surface с продукцией Apple ну да роднит а я об этом даже в редакторском чате писал такая немного диванная аналитика о том что Surface Studio это такой закос под под iMac ну да то есть еще раз Surface вообще вся идея как мне представляется того что сейчас хочет сделать на Dell с линейкой Surface и то что он делает ну собственно это отличительная особенность именно этой линейки и это отличительная особенность от Lumie ну в таком широком контексте если мы еще увидим Surface Phone в будущем чем будет Surface Phone отличаться от Lumie что это про дорогие красивые изящные и очень приятные для работы с ними устройства которые при этом очень дорогие ну для нас да для обычных пользователей и вот даже название то что они все время говорили про артистов то что они следующие обновления Windows 10 назвали Windows 10 Creators Update и то что вся эта новая линейка Surface эти устройства они позиционируют как устройства для творческих личностей ну хочется сказать даже для богемы но наверное но наверное чуть это будет совсем уж ну вот для людей для которых внешний вид устройства его как бы визуальные характеристики его качества они важнее чем гигагерцы и мегабайты я сейчас резко воруюсь хотя пытаюсь ворваться уже минут 15 на самом деле сказать во всем этом я с тобой полностью соглашусь Саша в принципе если посмотреть на текущую линейку Surface то стоит понять что каждый из устройств ну во первых очень дорогое в принципе очень реально да сильно дорогое даже клава мышки вот эти которые представили сейчас они стоят 100 долларов боже мой это просто переименованные устройства подразделения Microsoft Hardware которые выпускают эти клава мышки уже из-за памятных имен но все равно она дрога поскольку это ультимативное решение ты купил ты получил идеальную вещь которой не стоит сомневаться что ты сможешь сделать все Surface Studio сможешь сделать все что угодно и даже лучше просто тому что оно заточено под тебя под твои потребности потому что ты творческий человек и у него есть уникальные функции таких нет которые даже как у iMac сервис на экран возможность наклона рисунем как хочешь Surface Dial пример Surface Book тоже самая тема ты журналист ты хочешь таскать с собой все это куда угодно ты хочешь проработать перед этим сенсорным экраном возможно ты хочешь обладать какой-то ультимативный фичой что дома ты сначала смотришь видосики как это так делаешь потом ты работаешь уже пожалуйста Surface Book клавиатура есть экран есть все прекрасно Surface Pro из той же самой серии а если мы говорим про обычную линейку Surface который остановился сейчас на тройке и не хочет обновляться то это надо понять что это middle line на самом деле а вот как раз все остальные продукты что я сказал раньше это чистый high обычные Surface почему у них не будут больше обновлять не будут представлять Surface 4 два причины во-первых Intel больше не будет представлять новые системы на чипе серии Atom которые соответственно лежали в основе обычной линейки Surface в текущей во всяком случае сейчас в Surface 3 стоит последний самый мощный Atom X7 последнего поколения которого возможно и остальные новые Atom будут представляться только для embedded продуктов совсем не для планшетов то есть ну Microsoft вставить туда нечего банально она может извратиться поставить туда Core M3 во-первых резко продукт будет стоить дороже в-третьих он начнет конкурировать с тем же самым Surface Pro и разницы не будет никакой практически плюс надо еще понять такую вещь что все эти премиальные суперпродукты которые представляют Microsoft это высокомаржинальная вещь если мы вспомним где-то отчет почти годовой или полуторагодовой давности по Lumia то было написано соответственно даже с учетом выручки и прочее из-за присутствия большой доли низкомаржинальных продуктов бюджетных и поскольку существовали затраты маркетинга там порционные расходы и прочие такие вот на каждом телефоне она по-моему теряла по полтора доллар или 70 центов в общем учитывая что их миллионы продают то бред же какой-то а на Surface она зарабатывает и зарабатывает не 70 центов и не доллар а там по доллару по долларов несколько сотен наверное я думаю вот каждая компания желает работать именно вот в таком формате Apple сделала так что ее премиальные продукты с супермаржинальностью покупают HTC сейчас пытается врутся из-за могильной ямы при помощи именно тоже премиальных продуктов она прямо это говорит поскольку ее дизайры и всякие дешевые телефоны опять же в эту могилу загнали собственно как и политика обновлений но это другая тема ну и собственно поэтому Surface обновляться не буду в принципе сказать толком на то что мне кажется нечего Surface это просто копирка Apple но с своими фичами которые будут явно причем лучше чем от фичи у Apple поскольку Apple пытается медленно медленно охучивать с каждым годом своих клиентов и заставать покупать ненужные продукты заново и заново собственно мы об этом сейчас начнем говорить поскольку мы придем к презентации Apple но мне кажется Microsoft именно в плане инновации для людей которые живут с деньгами и живут в США еще я добавок сделаю поскольку большинство функционалов у нас просто банально в России не работает то если у тебя есть деньги ты же в США но ты молодец купи Microsoft и я даже скажу что это будет самое правильное решение нежели чем купить Apple и переходя к презентации Apple про которую я наверное тоже расскажу не так много так говоря о презентации Microsoft мы кое-что упустили да это скажем так не самая популярная вещь которая может быть но компания Microsoft анонсировала скажем так дешевые устройства Windows 10 VR то есть у Microsoft уже есть направление дополненной реальности с HoloLens а теперь они решили отправиться еще в виртуальной реальности при этом все вот эти вот шлемы от партнеров причем партнеры такие серьезные HP Dell Lenovo Asus Acer они будут они получат возможность запускать те же программы что и HoloLens и при этом цена на них стартует от 300 долларов всего лишь вот важно заметить что очень незаметно произошла презентация относящегося к нашей тематике в принципе мобильной телефона господи я потерял часть произошла презентация телефона Alcatel Idol 4S на Windows 10 это как ни странно как мы думали раньше это просто средненький продукт такой обычная копирка очередная версия модели 4S который уже скоро исполняется год но оказалось нет это абсолютный флагманский продукт железо у него такое же фактически как у HP Elite X3 но у этого телефона есть еще поддержка VR видимо этот телефон является неким пробным шаром для нормального VR который использовался в HoloLens используется будет наверное может быть чтобы прямо на телефоне возможность была проигрывания вот этих самых голографических объектов дополненной реальности возможно получается от этих 300 долларов получается шлемы будут взаимодействовать в том числе с этим аппаратом к сожалению он будет продаваться эксклюзивно в США у оператора TeamVile смотрите мне кажется гораздо интереснее здесь порассуждать о том шлемы VR это частности на самом деле гораздо интереснее то как Microsoft решила позиционировать 3D к системе в целом опять же это не новость об этом были публикации и утечки заранее мне очень понравилось то что за неделю до мероприятия все те обнаружили сценарий рекламного ролика который мы еще не увидели но видимо увидим в каком-то будущем про девочку которая пользуется всей этой системой опять же мы публиковали это на сайте это интересно в том плане в каком Microsoft видит 3D технологии в нашей повседневной жизни потому что очевидно это та область в которой они хотят наверстать упущенное с мобильниками в том числе потому что если все опять сейчас обсуждают заявление на Dell про то что Microsoft упустила поезд с смартфонами и всю эту мобильную историю кстати отходя от темы совершенно не понимаю почему столько обсуждений что нового сказал на Dell по-моему на самом деле совершенно ничего но вот на фоне всей этой истории про то что Microsoft упустила мобильную индустрию Microsoft делает ставку на другие технологии и в частности 3D становится каким-то оплотом в котором они видят возможность возродиться стать первыми об этом мы говорили на прошлой неделе о том что Microsoft хочет найти какие-то новые технологии которые бы их вывели снова не меняющих и отстающих позицию передовых игроков и вот 3D становится одной из такой технологий на которую они делают ставку то есть я поясню для тех кто не смотрел презентацию для них 3D это уже не просто какая-то частость например вот есть отдельный VR-шлем есть отдельно дополненная реальность HoloLens есть отдельно некий набор продуктов они это объединяют в некую единую экосистему продуктов которая должна предоставить пользователю внести вообще 3D технологии в повседневную жизнь пользователя вот как когда-то у них был слоган про ПК на каждый рабочий стол теперь у них идея про 3D в каждой квартире в каждом доме вот у каждого человека и это про массовую продукцию то есть вы можете использовать свой смартфон для того чтобы создать 3D объект вы можете использовать Paint для того чтобы редактировать этот 3D объект сделать некую сценку наложить 3D объект на фотографию и так далее опять же здесь вот мы вспоминаем Paint 3D который по-видимому который будет универсальным приложением который по-видимому будет доступен со временем как на то есть сейчас он тестируется на десктопах видимо он будет доступен для мобильных устройств для мобайл далее вы можете использовать этот 3D объект отредактированный в Paint 3D в любой своей презентации в PowerPoint или в других каких-то приложениях которые получат поддержку 3D далее вы можете распечатать этот 3D объект на 3D принтере и вот здесь интересно что многие спрашивают почему Microsoft Windows 10 и вообще во все свои последние версии Windows пихает приложение вот этот 3D билдер для просмотра и печати 3D объектов но для этого чтобы потихоньку приобщить чтобы потихоньку подготовить почву и сделать Windows готовым к приходу вот этого нового новой эры когда 3D перестает быть чем-то перестает быть прерогативой кинематографа игр геймдева высоких таких технологий а становится чем-то чем мы пользуемся каждый день соответственно они предлагают инструмент для печати инструмент для создания 3D для редактирования 3D распечатки 3D и просмотр 3D и вот здесь уже присоединяется HoloLens технологиями дополненной реальности и VR-шлемы которые видимо тоже со временем представления Microsoft должны стать чем-то общедоступным отсюда и ценник все-таки 300 долларов это уже не там тысячи долларов которые необходимы на HoloLens и вот в целом эта экосистема это то что Microsoft видит как будущее и на что она хочет сделать ставку сейчас вот выстрелит это или не выстрелит это большой вопрос потому что ну здесь не все по-моему в этой концепции не все бесспорно и целесообразность некоторых вещей может быть оспорена но в целом это интересное движение которое за которым будет интересно наблюдать как Microsoft разыграет эту карту в будущем коллеги ну честно скажу мне пока нечего сказать потому что 3D это хорошо но пока у нас все 3D реальное как минимум консимерское сводится к тому что дайте пожалуйста нам в игровую приставку шли очки игровой реальности к ней мы сейчас поиграем это же так круто будет вот как-то так да да кстати это интересный вопрос потому что насколько убедительны будут те примеры вообще насколько убедительно Microsoft не так насколько Microsoft сможет привести и убедить индустрию в целесообразности практического применения всех этих технологий потому что а пока что вот к чему сводятся их примеры которые они которые они приводят что ты можешь использовать это в образовании например опять же вот к тому сценарию о котором я рассказывал это какая-то девочка которая изучает систему устройства деревьев и растений для их полива и взращивания она соответственно может использовать 3D модель для демонстрации может потом эту 3D модель использовать в PowerPoint потом может использовать это VR в дополненной реальности с помощью технологии дополненной реальности для демонстрации своих проектов как они будут воплощены в жизнь чуть ли не на улице то есть это некие примеры достаточно футуристические в нашем представлении насколько Microsoft может ввести их в нашу реальность непонятно потому что все остальные примеры они на самом деле из области развлечений то есть даже пример с презентацией Microsoft это пример с воспоминаниями по сути с семейным фотоальбомом что вот здесь есть фотография замка из песка я ее превращаю в 3D модель потом я ее вставляю в свою фотографию сюда же я вставляю фотографию дочки дорисовываю что-то в Paint публикую это где-то в Instagram или Facebook и все счастливы вот сможет ли Microsoft найти какие-то новые области применения потому что для HoloLens мне кажется они их нашли а вот для консюмерского 3D это еще под вопросом коллеги ты забыл как там чувак еще стулья выбирал для комнаты это HoloLens все-таки я говорю HoloLens более-менее понятно они нашли много интересных кейсов где HoloLens может быть применен а смогут ли они они меня убедили что HoloLens это интересно и есть много примеров где это можно использовать от медицины до дизайнерства до обставления дома и это не только про развлечения а именно 3D то есть 3D принтер который стоит дома нужен он мне убедите меня что мне нужен 3D принтер ну понятно не промышленный небольшой который распечатывает у меня какие-то небольшие фигурки он мне реально может пригодиться дома или нет нужна ли мне действительно возможность создания 3D объектов с помощью смартфона или нет нужна ли мне в конце концов поддержка 3D объектов пэнти вот такие вещи именно вот эти их предложения которые они на этой конференции анонсировали и в целом вот эта глобальная экосистема 3D с этим порталом обмена 3D да еще один продукт это 3D Remix 3D по-моему называется портал где пользователи смогут обмениваться со своими 3D где пользователи могут обмениваться своими 3D объектами созданными различными способами вот это все мне нужно или нет зачем мне как пользователю нужна возможность распечатать маленькую миниатюрную пластмассовую пальму на своем 3D принтере зачем мне все это нужно и насколько это приживется вот в этом вопрос честно мне кажется что здесь есть какой-то такой глобальный план в принципе это можно все увидеть на примере того же самого Майнкрафта мне кажется на нем заключено что люди конечно любят создавать поэтому доступные принтеры доступные 3D технологии возможность сканировать буквально объекты за 5 секунд и интегрировать их в 3D такое измерение такое которое раньше было доступно только но это очень круто конечно плюс конечно помощь разработчикам я немножко подвернусь к 300 долларов очкам понимаете мне кажется что как консюмеров как я привел пример что вроде как игры скорее нужны нам все это покажут и расскажут после того как будет или точнее в тот же самый момент когда будет показан Xbox One Scorpio потому что доступные 3D очки вместе с мощной системой которая поддерживает 4К нативно и настоящий нормальный соответственно виртуальный экспириенс то тогда и расскажут соответственно как 300 долларов очки мы сможем использовать и применять в том числе вместе с дополненной реальностью и возможно переносом объектов прямо со смартфона все же я думаю нам стоит переходить от темы Microsoft хотя это ключевая тема в принципе мы можем подкаст весь пустить под него но все-таки надо перенести наше внимание немножко на Apple произошла как я и говорил уже презентация продуктов Apple и скажем честно наверное если обычно все кончается с тем что мы шутим с тем что amazing innovative glorious so excited и прочие такие вау в общем знаете шутку про собачку доги который вау и т.п. то сейчас это просто было ужасно что-то наверное что-то с чем-то поскольку конечно нам классически рассказывали какие-то цифры показывались это было неинтересно потом нам показывали твиттер потом нам говорили про Apple TV который не продается потом Microsoft презентовал на Apple TV я честно скажу не уверен что Microsoft сама не презентовала но сам факт того что продукт Microsoft то есть Minecraft выйдет на Apple TV говорит о том что ребята им плевать на ваши смартфоны им хочется дополнительно денег в том числе продавать Minecraft на Apple TV вот как-то так очень нишевый продукт но пожалуйста ну и ко всему дальше просто презентовали нам новый MacBook Pro на котором ну знаете это похоже опять же с эволюцией искренне которая произошла всего лишь между Surface Pro 4 и Surface 4 Pro который только что обновили просто который типа новый MacBook Pro естественно да он сильно отличается от того что было представлено еще несколько лет назад да он долго не обновлялся естественно конечно можно поговорить про macOS R она полностью новая интегрированная с функциями iPhone естественно большой плагент на Siri который как мне подсказывают не используют вообще была отдельная кнопка для него для Siri был увеличен touchpad на MacBook Pro два раза яркость аж экрана на 67% увеличилась засунули туда очень слабенькую видеокарточку мобильно дискретную не знаю как правильно ее сказать Radeon 460 порезали половину портов убрали MagSafe оставили 3,5 мм аудио вход при этом там нет лайтнинга то есть вы не можете подключить ваш iPhone к вашему MacBook Pro свежему купленному ну и в принципе на этом реальные инновации закончились ну и есть одна фича которую я рассказывать не буду которую наверное нам расскажет Влад ну в общем это было что-то очень странное не презентация ну я начну не сразу с этой инновации amazing инновации ты говоришь Apple TV не продается он не продается в России потому что у нас вам это не нужно там запустили такую фишку забавную ну в основном это для Америки естественно ну и где работают сервисы полноценно приложение называется просто TV и оно объединяет все ваши подписки в одном приложении непосредственно то есть и сериальчики с HBO и прочих интернет сервисов Netflix и прочее это удобно но повторюсь в России это не нужно так вот перейдем к макбукам представили новый макбук про при этом скорее всего закончили эру макбука то есть если было две линейки то останется скорее всего одна макбук они сделали хуже чем он был все об этом говорят то есть они порезали время работы от батареи на 2 часа то есть сейчас это 10 часов для справки у серфейсбука это 16 часов нового но самое главное они убрали панель F клавиш заменив ее сенсорным экранчиком сенсорной полоской решение очень неоднозначное то есть даже на презентации было видно как тетенька рассказывающая про вот это вот все перегибается через клавиатуру чтобы там что-то нажать да это прикольно но не знаю это очень спорно очень спорно то есть убрать физические кнопки заменив их тачем многие говорят что это вообще первый шаг к тому чтобы убрать всю клавиатуру заменить это огромным тачскрином при этом Apple заявила что сам экран с тачскрином они делать не собираются то есть он всегда будет таким просто экраном опять же на презентации выступали люди вот девушка из фотошопа была показывала разные хитчи но после презентации Surface Dial вот этот тачбар не катит был диджей который что-то там пытался миксовать но тоже как-то он там сэмплы какие-то показывал но не то не знаю это не киллер фичи явно при этом цена 13 дюймового макбука с дачбаром начинается от 1800 долларов это дорого при этом они оставили дешевую версию с обычными кнопками цена на нее стартует от 1500 долларов если не ошибаюсь и да они порезали кучу портов то есть сейчас там по-моему три тандерболта совместимых с USB-C и опять же это нужен с собой мешок переходников и Apple убрали зачем-то MagSafe MagSafe который все очень любили то есть если ты вдруг заденешь зарядку у тебя не весь ноутбук со стола полетит а чистым зарядка магнитика отсоединится так вот этого больше нет отличная презентация и после презентации sur Facebook Apple уже не тот все что я могу сказать по этому поводу ребята ну я наверное немножко добавлю что скорее у тебя не ноутбук полетит если дернут зарядку а у тебя просто с корнем вот этот кабель зарядки во-первых выдарит тебе порт зарядки сам сломается под 90 градусов а потом ты пойдешь к какой-нибудь ближайшему своему знакомому Ивану который пожалуйста почини мне мою зарядку он такой окей у тебя что какой-нибудь Lenovo или HP он скажет ладно 500 но ты говоришь Apple и он говорит 2000 брат ну и ты такой соответственно даешь свои 2000 потому что кто-то решил убрать Maxi но в целом вообще на самом деле действительно Apple уже не тот непонятно что произойдет две линейки сократить до одной хотя было понятно зачем существует именно что MacBook Air и зачем существует MacBook Pro MacBook Pro это что-то вроде как сейчас наверное хотя смотрите в принципе действительно я могу сказать что это как Surface Book а Air это как Surface Pro ну в реальности это как Surface и как Surface Pro соответственно то есть Microsoft убрал его и Apple убрал его логично может быть кстати да Microsoft презентовал анонс того что Office 365 соответственно 2016 будет хотя подождите на MacOS Office имеют другое наверное насколько я понимаю если у нас 16 обычно не к 17 значит должен быть то он будет поддерживать вот эти сенсорные клавиши и будет показывать быстрые клавиши для доступа к нему соответственно как вы видите Microsoft оказывает большую поддержку компании Apple так что если вы слушаете нас и вы до сих пор держите какую-нибудь там не знаю Lumia 920 там не знаю 1520 830 и верите что нет вы все врете там не знаю iOS это плохо Android это хорошо тоже плохо точнее видите какая гаврочка вышла Windows Phone это хорошо то боже мой нет точно нет я долго этого верил но сейчас могу сказать точно нет ну в принципе честно очень однозначная презентация была у Apple мне кажется это очень странно многие пишут откровенно что Microsoft стала более инновационной чем Apple и наверное это то самое что пытается добиться на Dell чтобы вот этот как раз таки ореол инноваций пришел от Apple к Microsoft и высокомаржинальный продукт стали продаваться именно у Microsoft а соответственно если было много дешевто то станет еще и больше их там уже надо понять что Mac занимает ну 2-3 процента рынка ПК рынок ПК стагнирует и если эти 2-3 процента сможет занять Microsoft ну почему нет как-то так ну я все наверное коллеги я все-таки поправлю что Office на Mac он 2016 версии и что конечно сам факт того что Microsoft так оперативно и качественно начинает обеспечивать поддержку сторонних операционных систем сторонних платформ что Apple что Android но это интересно возвращаясь кстати к вопросу о том что на Dell признал что рынок смартфонов упущен народ до сих пор верит мифический Surface Phone то есть я вот читаю у нас на сайте комментарии которых там вообще нереальная куча и прям вот думают что такая вот аналитика там происходит то что выпустится Surface Phone на платформе x86 и он заменит все то есть будет планшет пустышка увеличение экрана телефона будет док станция ну видимо что-то своего рода континуум и вообще ПК вам больше не нужен у вас есть крутой телефон что вы думаете по этому поводу я во первых повторюсь о том что Intel перестал выпускать чипы для x86 смартфонов и в принципе ставить туда нечего я уверен что действительно Microsoft планировал сделать возможно такой смартфон поэтому они развивали направление континуум поначалу и возможно действительно Surface Phone планировался во первых мне не нравится название Surface Phone мне кажется ужасно как минимум оно звучит не очень как-то должно быть плавненько и надо понять что Intel поставила подножку Microsoft если ставить новые ARM чипы то как бы нужного функционала не добьешься то есть будет то же самые наши смартфоны которые есть сейчас если ставить тот самый не знаю ну и процессор что сейчас стоит в Surface 3 то ну окей вы получите один смартфон с поддержкой приложения x86 который будет запускаться через Continuum на телефоне все равно эти приложения работать не будут если будет фактически рядовой Windows Phone ну окей а как его дальше обновить Intel не выпускает новых процессоров ну значит все идея провальная получается идем тогда дальше ну в принципе чем он должен так сильно отличаться от других смартфонов окей у вас есть Continuum уже на текущих устройствах вы в принципе не используете идея с док-станциями вот этот увеличителем экрана это все проходили Asus Transformer падают вот эти под фоны Motorola Atrix 4G боже мой ну понимаете это круто да это круто возможно это все используется в корпоративном секторе я когда сижу на работе у меня стоит сбоку ноутбук подключенный к моему реальному экрану к которому подключены клавиатура и мышка то есть де-факто если я оторвать моего ноутбука там экран для меня ничего не поменяется то есть мне нужен какой-то нет топ маленький я честно скажу я считаю что Surface он не выйдет вообще потому что как я говорил уже линейка Surface это ультимативное решение Surface Pro Book Studio ты знаешь если ты купил ты получил то на чем ты можешь пользоваться всем и у тебя не будет проблем если ты покупаешь Art Phone на Windows Phone ты получаешь все проблемы разом ну конечно если ты не пользователь какого-нибудь там не знаю BlackBerry 10 и тогда ты получил еще больше проблем на самом деле чем на Windows Phone но это опять же отдельная тема мне кажется извини Артур я перебью ничего мне кажется что в целом это большая тема мы очень много говорили в прошлом подкасте про именно куда дальше пойдет Microsoft с этими смартфонами есть ли вообще будущее Windows Mobile мне кажется что здесь вопрос все-таки что они решат делать вообще с платформой именно Mobile если они решат окончательно ее похоронить то да наверное не выйдет ни Surface Phone и наверное потихоньку зачахнет вообще вся эта платформа и вот есть такие прогнозы вот все это все конец совсем все то есть Windows Mobile со временем перестает обновляться Windows 10 и Windows 10 Mobile соответственно смартфоны перестают выходить не будет поддержки от Microsoft не будет новых моделей от сторонних производителей в какой-то момент они тихо объявят что эта страница перевернута они уходят с рынка окончательно либо же они все-таки решат дожимать корпоративный сектор и переориентироваться туда и потом выйти с каким-то крупным обновлением операционной системы плюс плюс каким-то смартфоном продолжая вот эту линию Windows 10 Mobile как она есть сейчас но уже ориентированную ну вот да на этот на эту экосистему устройства Surface фактически ведь смартфон под управлением Windows 10 Mobile он хорошо вписывается в общую экосистему они у них есть вся эта платформа она же никуда не делась из-за того что они отказались выпускать Lumi сама же платформа пока что не умерла вопрос конечно о приложении в первую очередь кто будет это делать программы и вопрос про то ну какое стратегическое решение примет ну хотел сказать Nadella ну вообще компания какое будет принято стратегическое решение о платформе в целом я думаю что здесь ну обсуждать эти слухи беспомысленно до следующего года пока мы не узнаем окончательно какая точка будет ли поставлена точка или они решат эту историю продолжить я думаю что мы в следующем году об этом услышим еще много интересных остерий всего решится все ближе к весне типичный фанат Windows надеется на будущее нет я не надеюсь на будущее я как раз считаю что им надо побыстрее избавляться от того что не работает то что не выстреливает и искать те области в которых есть перспективы вот как они хотят 3D попробовать они прощупывают почву они щупают о вот 3D получится не получится они явно считают что с мобильными не получилось может ли они предложить что-то новое вот выпустить какое-то такое обновление для мобильной экосистемы которая взорвет этот рынок они же все же надеются что сервисфон не просто будет вот как Артур говорит обычным мобильником повторяющим те смартфоны которые у нас уже есть а что они выпустят нечто такое что все посмотрят скажут хочу 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 для этого нужно что-то совершенно новое а будет ли это новое есть ли такое в планах вообще компании есть ли такое в рукаве у Наделлы что он готовит для мобильной именно платформы у них же был в каком-то интервью они же говорили что они попытаются еще что-то предложить на мобильной платформе в будущем что сейчас они отступают что вы потом предложите какие-то ну может быть это будет да вообще не смартфоны может быть это будут какие-то совершенно другие устройства и может быть мы увидим что совершенно в любом случае жизнь бурлит все развивается и ставить какую-то точку что все все умерло все пропало рано посмотрим коллеги ну честно скажу видимо мы на этой прекрасной ноте наверное завершим наш разговор у нас он длится практически уже час мы эту тему видимо будем тащить с собой из подкаста в подкаст поскольку для нас она всех болезненная мы все так или иначе попали в эту ловушку с видной нет да да кстати стоит отметить для вас слушателей что Владимир этот человек который в принципе вот в этой тусовочке нашей он пользуется айфоном как основным устройством всегда им пользовался и он не так и не покупал никогда этот Windows Phone зачем он тогда здесь находится я понятия не имею но это его дело в принципе вообще действительно надо вспомнить о том что в принципе ситуация может измениться очень кардинально может не стоит отчаиваться сами понимаете например сейчас Samsung очень сильно прогорел в прямом смысле с Note 7 мне кажется резко большое число новых игроков появится на рынке поэтому давайте дадим тоже отчасти шанс Microsoft они отступили поэтому советую вам если у вас есть желание не тратить свои нервы немножко тоже отступить не ждать до следующего ноября как я читал одного из пользователей в наших комментариях купите новый смартфон купите новый смартфон не надо дорогой точно не надо дорогой это глупости полнейшие сейчас смартфоны дешевые даже на андроиде они вполне себе нормально работают они могут обновляться если выбрать правильного производителя так что наблюдайте ситуацию со стороны я скажу так если вам очень хочется Mi 4 в руки от Xiaomi Android есть можете прошить всегда на десятку ультимативное решение стоит всего 7 тысяч пожалуйста тебе платят за рекламу да? нет мне не платят просто у меня такой смартфон хотя честно скажу я им тоже иногда недоволен мы об этом уже говорили да да мы об этом говорили ну блин он меня подвоит иногда конечно ну не настолько сильно как на винда короче ладно давайте ребята большое спасибо что вы нас всех слушали с вами был Артур Бахиров Владимир Малахов и Александр Наченков портал one tile.ru и мы постараемся как можно чаще с вами разговаривать и обсуждать самые актуальные темы свободным языком а не через просто новости оставайтесь на связи и пока-пока всем спасибо всем пока и пока-пока Продолжение следует...